Здарова, запись пошел, мотор работаем. Сегодня я вам хочу рассказать ребятишке про еще одну тайну Тайландии, Тхайландии, Тхайландии. Хирздеич. Да, и кстати про пальмовое масло, оно офигенное, здесь оно офигенное, вот картошечка на нем просто офигенская. Сейчас вот гонят что-то на пальмовое масло, я смотрю в интернете, это какая-то заказная компания. Пальмовое масло бывает очень-очень хорошее. Вот я раньше сам не ел мороженое, если на нем написано пальмовое масло, у меня от него и жога просто была. Но это другое, если мороженого, оно ни к чему, да, и там может быть оно какое угодно. А вот это самое дешевое в баночках, в этих супермаркете, в тайском, на нем жарится лучше всего. Оно вообще не прогорает, легкое. Оно лучше оливкового, лучше подсолнечного, лучше многих. Не дает вот такого зажирения организма. Оно вымывается довольно легко. Лучше него даже сложно так назвать сразу на скидку, какое масло. Я вот пробовал рисовое, которое лучше, чем оливковое, легче. И кокосовое, может быть, кокосовое, пожалуй, еще кокосовое, да, кокосовое может поспорить. А рисовое уже тяжелее. Вот, и долгие годы меня не оставляла загадка. Я думал, вот это такая загадка, и почему здесь, в Паттайе, такая плохая экология. Да, кстати, вот Таиланд, это вовсе не то, что вы думаете, там, шлюхи и туристы, да. Население делится на шлюху, обслугу туристов, да, и самих туристов. Здесь вовсе не так. Здесь в каждом райончике, в каждом городе есть свой заводик, своя промышленность. Чаще всего химическая или перерабатывающая. Выпускается огромное количество товаров, пластика, продуктов питания, фрукты, рис. Машиностроительная отрасль развита феноменально просто. По сравнению с Россией, Таиланд просто, с одной машиностроением. Ну, плюс туризм, да. Ну, кстати, почему в Россию так трудно получить визу, я не понимаю. Зачем в Россию сделали сложным получение визы? Что за загадка природы? Дайте вы им визу, пусть едут. Америкашки, вот они все, тайцы. Пусть едут. Пусть приезжают. Тратят баксы. Пусть берут шлюх. Катаются на этих самых лыжах. Снегоходах. Жрут красную икру там с медведями. Это офигенно. Пусть вот Таиланд развивает туризм. Эта страна стала очень богатая. Благодаря благословениям иностранцев. Что здесь хорошо всегда относились к иностранцам. Ну, до недавнего времени сейчас это уже прошло. Как раз когда появилось много фанатиков Таиланда. Уже немножко подобрезали здесь визу. Китайцы захватили страну, конечно. Китайцы захватывают мир. Так вот, тема моя о другом. Да, почему в Паттайе, жители Паттайи такие бледные и болезненные всегда. Вот приезжают знакомые друзья с островов, с деревень какими-то тесанских. Они прям пышут здоровьем, прям светятся изнутри. А мы здесь в Паттайе все бледные, больные. Все время какой-то кашель у всех. Все время все ходят. Покашливают. И долгое время я не мог понять. Десятки, десятки лет, можно сказать. Не мог понять. В чем же секрет дурной экологии. Ну, здесь в принципе промзона, да? Хоть говорят, курорт, там Паттайя, море, пляжи, девочки. На самом деле, все не так. Здесь кругом сплошная промзона. Мы находимся в огромной промзоне. Раньше в Википедии так и было написано, что Паттайя находится в середине огромной, одной из самых больших промзон в Азии. В Юго-Восточной Азии. Здесь крупнейшие заводы. Мы в первую очередь угрешили на теплоэлектростанцию в Ланча-Банке. Здесь в десятки километров есть огромная, крупнейшая в регионе, наверное, электростанция газовая. И по морю, вот, кстати, видно, видно Ланча-Банк с балкона. Ну, вам его не видно, у вас там острова. Ну, мне видно, если я вот так подниму голову, мне видно Ланча-Банк. Это электростанция, порт ебучий, от которого все время идет такой смог. Они там постоянно делают электрику на весь этот район. И от нее вот эта все время дымка идет, и все время дымка над водой, вот этот вот туманчик такой расползается, предательский. И мы думали, что это он. Да. Возможно, это он. Но это далеко, далеко не все. Также мы грешили на то, что жители Паттайи очень много занимаются сексом. Здесь все трахаются, как говорится, со всеми, да? То есть вот Паттайя – это в сущности город-бордель. Если этот город накрыть одной крышей, это был бы самый большой бордель, не знаю, в галактике, наверное. Ну, на планете Земля точно. Потому что здесь, в принципе, весь город представляет из себя бардель. Он немного завуалирован такой массажами, салонами, барами. То есть в открытую вам вроде бы и ничего не предлагают. Вас просто затаскивают любой ценой внутрь. Бара, массажа, парикмахерской. Ну, где угодно, понимаете? Здесь занимаются сексом где угодно, кто угодно и с кем угодно. И мы думали, что, может быть, болезненность Паттайских жителей вызывается именно изобилием чрезмерно доступного секса. Что люди излишне занимаются сексом, слишком много, так сказать, трахаются. А излишек секса очень утомляет организм, снижает иммунитет. Приезжают множество людей из всех уголков Земли и привозят свои инфекции. Особенно сейчас индусов стало много. А в Индии бактериальное давление просто колоссальное. Там где-то даже такой миф ходил, что если на пол общественного туалета, общественной уборной наступить случайно босой ногой, то ногу придется ампутировать. Просто в Калькутте, например, такая грязь и такие бактерии, что буквально коснешься голой ногой Земли. Ампутировать, конечно, вряд ли, но проблемы будут, да, если голой ногой наступить на Землю. Проблемы, скорее всего, будут и долгоиграющие, которые не лечатся нигде. Только в Индии врачи знают, что это такое. И экзотические болячки привезете. Но они, правда, многие от холода умирают. Если сменить место жительства и поголодать, то многие отваливаются сами. Но некоторые вообще не лечатся вообще. И эти индусы, у них к этим тварям уже какой-то иммунитет. А у нас-то его нет, они его сюда привозят. Идут на массаж, да? А на массаже после каждого человека не будут менять. Не трусы, а полотенца же не будут там менять. Всех ложат на дно, вытирают одним полотенцем. Самое главное, тыкают всех одними и теми же палочками деревянными. Протирают их, а опять тыкают. Но это оказалось еще далеко не все. Мы еще грешили на стройке. Что может быть стройке... Паттайя, кроме того, что это бордель. Огромный бордель, самый большой в мире. Представляет еще и огромную стройку. Ну, это, в принципе, как все города Азии. В отличие от загнивающего запада, здесь строится просто все. Все кругом. Растут небоскребы, как грибы после дождя. Везде идет могучая, огромная стройка. И цементная пыль, вот эта пыль от строек, цементных заводов, садится на все. Утром просыпаешься, и все такое покрыто небольшой пылью. Из носа достаешь такие кусочки пыли и выкашливаешь их. Большое очень подозрение было на эти самые стройки. Но это, оказалось, не все. Уборка. Ходишь в респираторе. Не помогает. Вообще, в респираторе надо спать, наверное. Также, конечно, грешили на шинные заводы. Здесь неподалеку находятся огромные города. Да, огромные города, заводы целые. Амата-Сити и прочие. Заводы Мазды, Форда, Мишлен, Данлоп. Шинные заводы. Представляете, да? У шинного завода в радиусе нескольких километров находиться просто глаза слезятся. Ну, они здесь достаточно далеко. Здесь несколько, я не знаю, сколько их. 20 километров. Трудно сказать. Но все это, конечно, влияет. Все это промзона тоже влияет на экологию и здоровье. Также здесь крупнейший в Азии завод. Даже, может быть, второй в мире завод Митсубиши. Где пикапы делают. Мазда Форд. Кавасаки Дукати. Их не сочетают. Их огромное множество. Пластиковые всякие. Пластик делают. Резину. Резино-технические изделия. Дуракс, наверное. Не знаю, Дуракс здесь или нет. Но это, кажется, Дуракс. Это прикольно. Пока на завод не попадешь, я не попадешь, я говорю, что там вонища. Как это все, блин. Через несколько дней тебе давят на носоглотку. Так что, даже глаза слезают, плачут. Также, это оказалось еще далеко не все, ребята. Открытие было страшным и удивительным. И вообще, откуда мы и не ждали. Откуда мы и не ждали никакого подвоха. Это оказалось и не нефтеперерабатывающий золот, и не шинный, и не стройки, и не перетрах, и не избыток секса всякими там... Перепой. Избыток перепоя и секса. Ну, кстати, вот в промзонах здесь... Очень много баров, караоке, все развлекательная часть. Сильно разве так. Я вот был в Вьетнаме, там вообще есть целые города, там город нефтяников. Там развлечения вообще на уровне. Я, если кто не знает, ездил на мотоциклах, на скутерах по окружающим странам, то есть объехал в Таиланд, Малайзию, в Сингапур заезжал. Меня оттуда нахер депортировали очень быстро, под конвоем. Очень мерзкий городишко, Сингапур, не ездили сюда, там ничего хорошего вообще, дичьи. Серьезно. Лаос, Вьетнам, Камбоджа. Камбоджа вообще моя любимая страна. Камбоджу рекомендую. Ну, там сейчас, правда, очень много туристов стало, и тоже уже все портится. Не так все плохо, как в Таиланде, конечно, но тоже уже все далеко не то. И цены уже не по одному доллару, как раньше все было по одному доллару. Все по доллару. Сейчас уже по доллару там, наверное, ничего нет даже для местных дороже. Ну, как было там, комната доллар, мотобайк доллар, пожрать в хорошем ресторане доллар, девочка-красавица доллар на ночь. Вот, хотите верьте, хотите нет. Это вот было буквально там 15 лет назад. Все по доллару. Я не шучу. Ну, если вспомнить, то и в 90-е, и в России примерно тоже все было так. Чуть ли не по доллару. И раскрыть мне эту загадку чудовищной проблемы со здоровьем. Почему же так тяжко со здоровьем здесь? Хуже, чем в Бангкоке, в этой Паттайске. Ну, не знаю, ходишь, покашляешь, кофе в дерьмо, блин. Вот, я заболел какой-то хренью непонятной. Видимо, из Индии привезли, я не знаю, откуда я. Такие болезни, они... В общем, есть такая болезнь, появляется гиперчувствительность. Начинаешь очень тонко чувствовать запахи, очень тонко чувствовать свет. То есть, даже вот электрический свет, не говоря про дневной, начинает вот глаза раздражать, они прям красные становятся от света. Кожа вся, она становится очень чувствительной, да, очень быстро сгорает. Запахи, ты чувствуешь запахи просто за километр. Все запахи чувствуешь. Звук, не знаю, но звук... Необязательно. Звуки... Ну, слышишь хорошо, да. И зрение даже лучше становится, как-то странно. Как-то очень обостряются чувства, короче, во время этой болезни странной. Это... Еще напоминает аллергию, астму как-то, как будто астма. Есть такие варианты аллергии, они тоже чувства обостряются. Надо слизь выгонять, все это чистится. Ну, а организм начинает с самочисткой слишком. Забито все. С сахаром, сыром, мясом. Не предназначены наши тела к такому питанию. Вкусненькое есть нельзя. Надо есть много травы, овощей. Даже вот фрукты не очень. Ну, ананасы, бананы, ничего, нормально. Но фрукты слишком экзотические. На фруктах сидеть тоже здоровье особое не наживешь. Многие делают ошибку, переходят на фруктоедение. А организм к такому не предназначен. Они же сладенькие. Ну, что ж, напосленные тогда. Тоже все ругают, но на самом деле нормально. Но это отдельная тоже тема. Так вот, у меня развилась то ли астма, то ли какая-то аллергия, то ли какую-то бациллу экзотическую привезли опять туристы в массажку, куда я хожу. И я вдруг понял, что в городке просто чудовищно накурено. Что здесь просто нечем дышать в городе. Особенно вот эти центральные улицы, где туристы сидят все, пьют пивко и курят, пьют пивко и курят. И этот дым, он не уходит никуда. Он, несмотря на ветер, здесь вроде бы он сверху такой ветер пролетает, но он на самом деле просто баламутит это все. Перемешивает воздух, но он не ощущает как следует. Все эти улочки маленькие, они все прокурены, как просто, я не знаю что. В обычном состоянии мы не чувствуем, мы просто привыкли к этому. Я сам курил, и курил много, как сумасшедший тоже. Две пачки и больше. Больше двух, около двух пачек в день курил. Много лет. Смог бросить с огромным трудом, и просто как с иглы, как с иглы из леса этого дерьма. Но тогда, правда, сигареты были похожи на никотин. И хотя бы из табака были. Покупали из Америки, США, Вирджинии, турецкие. Хорошие сигареты были. Было что бросать. Сейчас-то бросать нечего. Сейчас сигареты начали делать уже из использованной туалетной бумаги. Но по-другому это не назовешь то, что в них кладут. Просто там смотришь, там просто водоросли перемешанные с туалетной бумагой. Использованный. Я не знаю, может туда еще для аромата добавляют что-то. Пластик. Кусочки пластиковых пакетов или что-то. Ногти. Ногти срезанные. Но вот чувствую, что вот люди курят. Какой запах идет это вот. Именно по запаху именно вот это. Там табаком даже и не пахнет вообще. Есть, конечно, нормальные табаки, наверное. Но у меня поблизости их не курят. И вот эти кондики, они все насквозь прокуренные. И окружены такой прослойкой вот этого табачища. Но это не табачища. Они же какие-то вонючие палочки сосут. Сосут люди как сумасшедшие. И тут присутствует тоже, кстати, теория заговора, что вот эти палочки, они обрадают нервно-паралитическим действием явно. То есть даже небольшое количество вот этого дыма, оно как наночастицы, там, нанониты. Они сразу парализуют нервную систему. Сразу хватаются за горло. Становится трудно дышать. Теряются все сверхспособности божественные, как бы, творить там и так далее. Все пропадает от этих вонючих палочек. Даже если ты просто сидишь, а твои соседи в это время курят, и ты даже не чувствуешь этого запаха, потому что ты к нему привык. Но он сковывает твою нервную систему, сковывает твое астральное тело. Творчество, инициатива вся пропадает. Просто вот так вот скрючивает, скукоживает вот так вот в душе. Душу вот так вот. Вот это вонючие палочки, запах. От их запаха душа просто вот так скручивается. И как, знаете, таракан, который мертвым притворяется, вот падает так вот. Вот это эффект действия вонючих палочек, которые продают на каждом углу. Пацаны, не курите. Это такое говно, просто представить себе сложно. Его хоть не запретили, это подозрительно. Должны были его запретить, конечно, это говно вообще. Это можно отнести к тяжелым наркотикам на самом деле. По вредности это хуже водки. Водка, она даже не очень вредная, если с умом ее пить. В условиях нашего общества у нас люди, конечно, безбашенные от водки. Постоянно друг друга напрягают или даже совершают какие-то преступления постоянно от водки. Но это отдельная история, да. Водка, в ней есть определенная польза. Ее можно употреблять. Не то, что вот как рассказывают, что там кровяные тельца слипаются от нее и все, мозг отмирает. Я так не думаю. Но это тоже, конечно, говно, наркотик тяжелый. Но еще хуже, да, еще хуже сигареты из разрешенных наркотиков. Я думаю, что сигареты, так называемые, на первом месте. И Паттайя чувствует себя и покашливает плохо именно из-за этого, что везде накурено. Что везде люди сидят, курят непрерывно. И это не чувствуешь. Я вот благодаря астме, благодаря какой-то астме, аллергии, приобрел случайно какую-то вот такую сверхспособность. И смог понять, что даже не пыль самая страшная. Как альтернативщики, альтернативная медицина, я не знаю, кто. Кто-то объявил пылью, пыль самая страшная убийца здоровья. Что пыль, она попадает в легкие и больше уже никогда наружу не выходит. Если вдохнул пыль, она там навсегда остается. И длительная жизнь человека определяется временем, когда он заполнится пылью, она там врастает, дышать становится все сложнее. Потребление организмом кислорода падает и все, кранты. Здесь еще хуже. Вонючие палочки, они вызывают паралич нервной системы. То есть вы превращаетесь в такого ходячего мертвеца. Курильщики это как бы такие зомби. Вообще таких зомби. Вот настоящий раньше был табак, да, он немножко по-другому действовал. Он расслабляет, успокаивает нервы. Он так за горло вот прям не берет-ка. А нынешние вонючие палочки, они никакой пользы не несут. В отличие от натурального табака. К натуральному табаку я, кстати, отношусь чуть ли не положительно. Чуть ли не положительно даже. У меня вот дед курил. Я наблюдал много стариков, которые курили самосад. И им это на здоровье даже не особо вредило. В принципе, к дыму наш организм имеет, к обычному дыму, иммунитет. Приспособлен бороться с задымлением. Способлен жить задымленным. Но вот в этих вонючих палочках их как будто отравляют. У них как будто какие-то вот используются химические заменители табака, которые отравляют их и делают просто сверхтоксичными. И раз гадка такова, да. Кстати, это мой третий ролик по загадкам Таиланда. Загадкам жизни в Таиланде. Мой первый ролик был «Почему тайцы худые?» Я там объяснял, почему азиаты не толстеют. Можете посмотреть. Я его еще вроде не удалил. И второй ролик был «Почему еда в Азии очень острая?» «Почему азиаты очень острую еду делают?» Это тоже довольно интересное откровение вдруг обнаружено. Неожиданные стороны жизни в Азии. Так что смотрите, подписывайтесь. Ставьте лайкосики, колокольчики там. Вы меня понимаете. Bye.